В преддверии дня российской печати глава городского округа Люберцы Владимир Волков встретился с журналистами. Беседа прошла в неформальной обстановке. Представители СМИ приняли поздравления и задали вопросы главе. Как все прошло, покажем в следующем сюжете. Сотрудники печатных СМИ, телевидения, информационных агентств и радио с главой городского округа эти люди встречаются на выездных мероприятиях. Как говорят журналисты, в полях. Но сегодня они отодвинули в сторону привычный формат работы и принимают поздравления. Любая подача информации, любая связь и коммуникация с читателями, когда человек говорит правду, когда он не искажает информацию и ее подает вовремя, это очень-очень важно. Все хотят знать, что же на самом деле. И за вашу работу огромное спасибо. Мне очень приятно со всеми с вами работать, общаться. Многих я знаю на протяжении очень-очень долгих лет. Несмотря на праздничную повестку, ни одна встреча с журналистами не проходит без вопросов и обсуждения актуальных тем. Юбилейный для Люберец год уже позади, но наступивший 2024-й обещает быть не менее насыщенным важными событиями. Более того, он станет рекордным по количеству новых социально значимых объектов. У нас 14 объектов новых откроются. Сады, школы и поликлиники. 14. Действительно, такого никогда не было. Это программы, которые были заложены. Это серьезная работа, кропотливая. Это возможность реализации этих объектов. Благодаря национальным проектам у нас будет очень большое расселение ветхого аварийного фонда. В прошлом году эту работу тоже ускорили, усилили. И она очень важна, потому что люди многие годы ждут переселения. Завершилась встреча награждением журналистов, которые долгие годы работают на территории городского округа Люберцы. Среди тех, кто получил благодарственное письмо главы, заместитель главного редактора телеканала ЛРТ Ирина Иванова.